Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Даутком. Меня зовут Мария Андреева, и это «Своя кухня». И сегодня у нас в гостях политик, экономист Юрис Пуце. Здравствуйте! Здравствуй! Спасибо, что пришли сегодня. У нас тут целый стол разных продуктов. Что мы будем сегодня готовить? У нас такой, ну, я бы говорил простой рецепт. Называется киш-лорен. Французский рецепт, но смесь с салатом. Такой... Киш-лорен – это пирог, по сути. Ну, запеканка такая. Ну, если здесь есть мука, значит, что-то будет. Да, будем. Давайте, с чего мы начнем? Начнем с самым тестом, запеканкой. Начнем с мукой. Мы уже включили духовку на 200 градусов, чтобы подогрелась. Открою муку. Постепенно открывается. Самое вкусное, вот оно с муки начинается. Ну, есть, конечно, говорят люди, конечно, неправильно так много есть муку. Но, с другой стороны, это французская кухня, можем говорить. Мука, ну, около 200 граммов. Но это вообще-то смотреть надо, сколько приходится надо муку. Выпечка, она любит точность, да? Ну, да, потому что, если неправильно сделаете, тогда, конечно, не так красиво будет выглядеть. Но все будет съедобно, все равно, если даже не совсем правильно. Но я так смотрю, даже мне сейчас весов нет, но я как-то на ощупь. Слушайте, ну, вы явно не новичок на кухне. Нет, я люблю готовить, это одно из моих хобби. Я делаю это довольно-таки часто. И не нравится где готовить. Ну, так, просто просыпали муку. Сейчас самое главное, это на латышском языке называется смелушумикл. Как это? Песочное тесто. Но не сливочное масло, но не с сахаром, как мы в Латвии едим песочное тесто. А без сахара, как это делает... О, это мы будем его натирать, да? Француз, да. Можно делать по-всякому. Мне всегда немножко твердое масло, тогда лучше натерять. Если у вас она мягкая, просто можно руками размять. Размять такими кусочками. Ну, потому что она у нас твердая, лучше... Даже мне нравится, когда она твердая, и можно так натереть. Из 100 граммов сливочного масла. Французы любят сливочное масло. И француз, конечно, это один из народов, который... Знаете, все там диатологи говорят, что сливочное масло, мука, вообще-то ужас. Ну, поехайте в Францию, посмотрите, как там люди... Ой, ну там же эти сливочные соусы у них потрясающие. И никто, и никто, никто там... Не толстеет. Не толстеет. Да, потому что, может быть, меру во всем нужно знать. Вам надо мне помогать. Что я могу делать? Я бы вам... Вот, закончу с этим. Нарежьте это, штинтис, бекон. Да, бекончик. Просто маленький, как... Кубиками. Как в салате оливье. Ага. Таким, таким маленьким. Если вы думаете, что я специалист в готовке, то вы ошибаетесь. Ну, я догадываюсь. Да, маленькие кубики. Да. Такие... Ну... Разберемся. Разберемся. Послушайте, ну, выпечка, дело такое, тонкое, она любит точность. Вы тоже любитель точности, экономика, наука, точных цифр и всего такого. Вы любите вот такие вещи. Знаете, немножко, щепотку соли. Да. Мне всегда говорили мои преподаватели в УЗИ, в университете Латвии, что экономика – это точная наука. Почти точная наука. Потому что там много математики и так далее. Да. Но с другой стороны, то, что показывает мировая история экономики, просто надо как-то пальцами сейчас, когда делается тесто, натерять, чтобы получилась как бы такая хрупинка. И она, по-моему, и называется песочная тесто. Ну, она крошится должна, да? Не только крошится, крошится тоже, но она становится такая, как бы мука. Вы натеряете муку с этим сливочным маслом, она становится такая, как песок. Угу, да. На УЗМОРе она такая… Рассыпчатая. Рассыпчатая. Да. Еще мне придется яйца, которые мы выняли. Мне одно яйцо сейчас, а потом еще будет три яйца. Так экономика – это почти точная наука. Нет, потому что наука, она преподается как точная, как естественная. Почти естественная наука, потому что она на математике смотрится. Но в жизни экономика, она очень такая, больше выглядит как искусство. И у нас есть такое, это другое дело. Заберу от вас. Не надо весь, все яйцо, мне еще одно маленькое заберу посуду. Нужен желток или белок? Только желток. Разделяем. Разделяем. Только желток. Кстати, отличная наглядная посудия для тех, кто не умеет отделять. Это самый простой способ. Я не совсем, совсем хорошо это делаю. Ну, получается отлично. Ну, получилось отлично. Три яйца приходится. Еще надо немножко-немножко холодной воды. Да. Немножко-немножко. Почти там, я налил, может быть, там 10 грамм, 20 грамм, даже не так много. Потому что экономика это искусство. Я вот не слышала такого никогда. Мне кажется, что это там, ну, цифры, 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 цифры. У нас в Европе, большинство случаев, экономику. И сейчас вы просто делаете эту хрупинку, как бы сделали одним большим тестом. Да. Используя этот желток и немножко воды. Она становится, как бы, не совсем хорошо выглядит. Ну, я руками делаю. Некоторые это делают на комбайне. Угу. Ну, вручную всегда, мне кажется, так. Ты душу вкладываешь в это тесто. Оно любит тепло рук. Так, получается такой, потому что, почему экономика не точное, как бы, искусство. В Америке пропадается экономика двумя способами. Таким классическим европейским, где он обоснован на математике. И другое называется behavioral economics. Это, как бы, экономика вашего поведения. Угу. Люди не рациональные существа. Ну, мы же не роботы, правильно. Нет, даже не так. Большинство из наших решений, которые мы принимаем в ежедневном порядке, они не основаны на рациональное побуждение. Они эмоциональные. Да. Большинство, меньшинство рациональных решений. А так получается, что люди потом в экономическом плане, но действуют нерационально. И надо понимать, какие, ну, их ощущения... Что привело к этим решениям. Да. Какие эмоциональные факторы влияют. Сейчас экономика становится все больше и больше зависимой от психологии, все больше и больше зависимой от таких культуральных факторов. Ну, и политика, вторая сфера, в которой вы эксперт, это ведь тоже с этим связано, правильно? Конечно. Там ведь тоже все. Мы принимаем какие-то решения, исходя из нашего эмоционального состояния. Политика — это, как бы, тоже искусство. Это даже говорил... Есть некоторые, которые говорят так. Некоторые говорят, что политика — это профессия. Это значит, это Макс Вебер очень известный. Я беру форму. Сейчас... Слушайте, как быстро у нас тесто-то. Ну, мы такие быстрые. Я не готовилась. Вам в политике больше интересно быть снаружи или внутри? Как это? Снаружи или внутри? Ну, имею в виду, вот анализировать процессы, которые происходят, там, разные решения партии, все там, да, вся политическая арена, либо вот участвовать в этом? Ну, я же участвую. Ну, да. Поэтому я спрашиваю, но вы же и анализируете. Что вам больше нравится? Не, я такой человек, который, вообще-то, всегда любит, любит понять и тогда принимать решение. Сделаем первый слой. Только один слой будет. Это запеканка. Начинка у нас пойдет наверх, правильно? Начинка вверх. Сначала надо будет поставить, уже мы на 5 минут поставим это в духовку, чтобы выпеклась. Так вот, вам нравится докопаться до сути, понять. И тогда принимать решение, идти, идти. Я за того, но политика такая сфера, которая, наверное, из-за того меня привлекает, что там решение надо принимать быстро. И там, конечно, плюс и у тех, которые все время следят, которые анализируют, понимают, что там происходит, у них становится, ну, получше, конечно, больше возможности принимать корректные решения, такие решения, которые помогают и самому политику, конечно, государству. Еще я вас знаю, что вы вообще мастер дискуссий, и вас люди боятся. Вы же знаете, какая про вас ходит слава о том, что с вами вступать в дискуссию – это самоубийство, потому что вы всегда прав. Я думаю, что там это связано тем, что я говорил. Вы про это не слышали никогда? Нет, не слышал. Спасибо, что у меня есть такая слава. Если люди боятся, наверное, уважают. Ну, не боятся, я имею в виду, что ты понимаешь, что, ох, это будет трудно, но не, с этим он уничтожит. Я очень много, очень много изучаю, читаю, интересуюсь об таких общественных делах, о политике, о экономике. У меня есть, ну, так много знаний, и я могу их использовать в дискуссиях. Вы любите, то есть, ну, в споре рождается истина, вы с этим согласны? Я бы сказал, в дискуссиях рождается спор, это значит, что у вас позиции, которые вы придерживаете, не слушаете, что другое говорит. Мне нравится, мне очень нравится, когда я меняю свою позицию, если есть хорошие аргументы, которые я не знал. Так, так это выглядит. Прекрасно. Вы так его утрамбовали, отлично. Мы его ставим в духовочку, да? Духовку, 200 градусов. Так, аккуратно, там, может быть, уже жарко. Там, наверное, жарко, ну, на минут 5-6. Отлично. Я продолжаю, я это буду делать спокойно. Нет, там нет, и нужды делать быстро. Вот, применяю кубики. Но, насколько я знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что в вашем случае в дискуссиях не только истина рождается, но еще и романтические чувства и отношения. Я слышала историю знакомства с вашей супругой, что именно в дискуссии оно началось. Это так? Да, это было уже несколько лет, 10 лет назад. 10 лет, да, 10 лет назад. Ух. Как время прилетело. Мы встретились, тогда я работал в университете Латвии, до сих пор работаю там, преподавателем. Тогда я работала и в администрации. Я не отеряю. Это можно взять любой твердый сыр. Любой. Не совсем твердый, не такой, как там пармеса, но такой... Да, чтобы можно было натереть. Натереть. Да. И любой там, ну, здесь граммов 200. Натерять надо, ну, две трети из этого. Последнюю треть мы нарежем. Да, а это на крупной терке просто. На крупной терке. Так вот, и что было в Латвийском университете? Была дискуссия? Да, ну, моя жена, я тоже начал свою активную общественную деятельность в студенческих организациях. Я был одно время президентом студенческого днини Латвии в 2000 году. Моя жена тоже начала, ну, несколько лет после меня. Мы познакомились, она была председателем студенческого совета университета Латвии. И я был тот, я оставил, видите, маленькую часть, и я был тот человек в администрации, который был, ну, я там работал в команде, команде тогдашнего и потом следующего ректора, и отвечал за такое не очень популярное дело, как оплата учебы. У нас было много дискуссий с студенческим советом. Уступили обе стороны, нашли решение тогда, но потом как-то вышло, что мы начали дружить. То есть вы обратили внимание тогда на студентку? Она уже у нас, она же в то время почти оканчивала, в последнем курсе оканчивала, потом в магистратуре училась, но да, она была. Но я тоже был вообще молодой. Вы, в принципе, человек компромиссов? Да. Вы легко уступаете? Я, в принципе, человек результата. Я уверен, что результат важнее, чем процесс. И если надо уступать во имя результата, я всегда уверенность делаю, это там нет проблем. Да, интересно, такая черта характера на самом деле, потому что многие сказали, люди процесса. То есть даже готовка на самом деле. Вот мне нравится сам процесс, то, что получится в конце, это уже не так. Нам нужна сковородка, да? Нам еще сковородка не нужна, нам нужна еще эта миска. Да. Мы в ней будем начинку, да? Еще нет, начнем с сыр, свежий сыр. Свежий сыр, без добавок. Да. Накладываем и сделаем, как бы, начинку для нашего киша. Вообще-то я читал, что киш — это такое... Где у нас сливки? Сливки здесь. Да, я открою вам их. Еще у нас приходится три яйца. Целиком или тоже? Целиком. Целиком. И я еще поставлю тот белок, который остался от четвертого из-за того, что у нас... Ну, давайте я его туда, да? Да. У нас форма такая не совсем маленькая. Значит, начинки нужно что? Много. Много, да. И значит, будет как? Вкусно. Вкусно, да. Все понятно. Конечно. Так, сначала мы просто, чтобы сыр такой помягче становился, просто раздавим. Да. И все. Половину. Да, 35%. Да, половину. Вкусно. Сол в грамм добавлен. И берем, как это называется на русском языке, я даже не знаю. Ой, я тоже не знаю, болтаночка. Путотайс. Путотайс. С латышком языке. Да. Пойдем взбивать. Взбиваем. Венчик. Вот как это называется. Венчик. О! Новое слово узнал. Сразу видно, да, кто на кухне знаток. То, что мы сейчас сделали, это форму выпеканки, это для любого киша то же самое. То, что я сейчас делаю с сыром, с сливками и с яйцами, это тоже для всех кишах одинаково. То, что не одинаково, это то, что мы наполняем. Это киш-лорен, это киш-лорен самый как бы традициональный, самый традициональный из всех рецептов кишев. И там ветчина и сыр, только ветчина и сыр. Есть, где там добавляется всякий... Я видела, что с лососем есть, с рыбой, то есть... Любой рыба, лосось, наверняка есть вегетарианские тоже. Только вегетарианские много есть. Так, у нас пять минут уже там запекается. Да, уже с честь даже. Да. Надо вынимать. Да. Она тяжелая, наверное, да? Тяжелая, да. Тяжелая, ну. Ставим здесь. Вот так, вы смотрите, ничего большого не изменилось. Немножко... Но он прихватился чуть-чуть. Он прихватился немножко. И то самое главное, что надо. Сейчас, что мы делаем? Мы начинаем с ветчиной. Ветчину мы просто как... Высыпаем туда. Высыпаем, чтобы она... Ну так, как бы... Ровно было, не было там больших... Потому что у каждого... Вот на кухне у вас такие точные, быстрые движения. Вы знаете хорошо последовательность. Вы в жизни тоже такое? То есть, вот как надо, все точно, правильно. Вы не любитель там больших импровизаций. И неподготовленности, например. Вы все по плану делаете? Нет, я... Нет, не так. Я вообще-то и на кухне люблю импровизацию. Я надрезаю оставшийся сыр... Да. ...маленькими... Пластиночками. Пластиночками. И потом еще надрезаем наполовину, чтобы было поменьше. Тоже мы поставим. Почему это важно? Чтобы было такое ощущение. Этот сыр, который мы натерили, он просто расплавится. Да. Чтобы было ощущение сыра. Это тоже киш-лорен. Будем такой кусочками потолще. Да, кусочками. Мы тоже немножко поставляем здесь на запеканке. По местам, чтобы было ощущение сыра. Ну, послушайте, когда вот в жизни что-то происходит не по плану, вы себя хорошо чувствуете? Да, очень. Не теряетесь? Да, я человек вообще-то, который хорошо приносит стресс. И я ощущаю себя очень хорошо. Сейчас натерянный сыр половину. Заливаем с массой. Ух, это вот самый сейчас момент. Самый главный момент. Ничего такого. Это, на самом деле, мы самое вкусное сейчас добавляем. Можно говорить и так. Хотя, само дело с кишем таково, что оно можно есть теплое, жаркое, можно есть в холодном виде. И это все зависит от того, сколько у вас есть, как бы можно сказать, я вот хочу привнести свой вклад. Да, свой вклад, да. Сейчас самая маленькая, единственная специя, которая важна для киши Лорен. Называется мускатный орех. Да. Щепотку, немножко. И он даст очень приятный аромат. Да. Ух ты, и сейчас мы отправляем в духовку. Это я поставил. Да. Так, ну что, аккуратно, я вам проассистирую, да? Да, это важный вопрос сейчас. Готовы аккуратно. Не потеряться. Это как космос, отправляем его. Да. Но сейчас 30 минут. Да. И все будет хорошо. Он будет дозревать. А мы пока прервемся и уйдем на короткую рекламу. У нас еще продукты не закончились и в плане есть салат. Поэтому мы вернемся очень скоро. Уходим на рекламу. Смотрите нас, не переключайтесь. Здравствуйте. Мы вернулись после рекламы. Это телеканал «Доутком» «Своя кухня». И сегодня мы готовим вместе с политиком, экономистом Юрисом Пуце. Здороваться еще раз не буду. Да, у нас киш-лорен в духовке. С ним все в порядке. Надеюсь. Да, он разревает. Даже не смотрю. У нас вторая часть есть салат. Самый простой салат, можно сказать, но с немножко такими нюансами. Начнем мы там, что поставим в сковороду. Я не эксперт, вы эксперт. Я эксперт сейчас. Вот. Такой большой. Большой, да, нужен огонь? И мы немножко поджарим кедровый орех. Можно в всех магазинах есть, покупать. Почему поджарить орех, когда у него немножко просто на сковороду, никакого масла, ничего не надо. Они дают сами масло. Да. Он открывает вкус, становится немножко такой лучше на вкус. Пусть он жарится, немножко буду подмешать. Сейчас надо будет поработать. Да, зелень овощей. Зелень овощей. Салат айсберг я буду, или вы будете салат айсбергом. У вас побольше нож. Ох. Я буду брать редис, красный редис, немножко редиса и просто маленькими. Можно редис, можно и здесь, как вы знаете. И как бы побыстрее это становится, хотя бестрота не всегда в кухне самую хорошую можно делать, как нравится. Главное остаться с тем же количеством пальцев, с которых начал, мне кажется, на кухне. Тогда будет все хорошо. Я всегда, когда смотрю, как эти профессиональные... О, это вот это, да? Да, да. Вообще. И несмотря ни где, ни в гляде, я так не могу еще. Ну, это знаете, сколько надо практиковаться? Наверное, мне немножко я бы подношу. Да. Я вот хотела у вас, знаете, что спросить? Ну, о дискуссиях понятно, но, скажем, есть ведь ситуации, когда, ну, вы понимаете, что вы не правы. Вам легко свои ошибки признавать? Или это трудно? И вы стараетесь до последнего? Это, наверное, зависит от того, какой спор. И знаете, кому самое трудное признавать ошибки, где надо? Это, конечно, жене. Угу. Такое бывает. Потому что ты понимаешь, что это потом будет еще 90 раз будешь слышать. Как тебе кажется? Каждое слово, может быть, использовано против вас в суде. Да. Но, с другой стороны, это та сфера, где, наверное, я уже пожарил. Можно посмотреть, ведь такое... О, они так быстро. С коричневыми очень... Да. Вот так, да. Вот все. Пусть они там... Поставят. Желтый томат. Надо просто в клучках порезть. Я его сполоснул? Да. Мы взяли вот желтый томат у нас и красный томат, чтобы было красивее, ведь правда? Да, только из-за краски. Можно, конечно, делать... Просто из красных, да. Можно красным, который есть. Сейчас, конечно, сам, ну, осень, осень, еще много овощей, можно везде покупать. Ой, знаете, это вот тот момент, когда я чувствую запах пирога. Начинаю. Он уже дает аромат, и он уже готовится. Вы знаете, я хотела тоже вот еще спросить, вы из тех редких госчиновников, вы же работали госсекретарем в министерстве, который сам оставил свой пост, не со скандалом, и не потому что что-то случилось, а потому что что-либо могло случиться, и, скажем, это такая, мне кажется, редкость. Обычно у нас как госчиновник, во-первых, не уходит, а потом если его ушли, он еще потом судится столько лет, что его неправильно ушли. А вы ушли сами, почему так? Ну, ситуация бы такова, и была такая, ну, кампания против организации, которой была моя жена, и она это благотворительная организация, и я всегда считаю, что лучше, конечно, я порезал редис, поставим здесь. Не ставить под удар? Я понимал, что это не из-за того, что моя жена делает, но из-за того, что делаю я. И чтобы не ставить под удар мою жену, чтобы она могла продолжать свою работу, чтобы отстали от нее, я делаю. Я режу огурец тоже просто маленькими такими. Да, хоп-шоп. Ничего такого. Помидорки я крупно нарезала, так хорошо будет помидорку. Здесь как бы салат... В салате ведь нет правильных форм. Да, и это такой салат, где самое главное реже так, как вам нравится, потому что самому придется есть. Вот объясните мне, например, я думаю, что это многим людям будет интересно, почему же так получается, что возьми любую практически политическую партию, которая в итоге оказывается, что не все там обещания или не все пункты своей программы дается выполнить. Почему? Потому что, казалось бы, все умные люди, все хорошо, все вместе собрались, люди вас избрали. Почему это происходит? Такие обстоятельства? Ну, там два самых главных фактора, почему это так выходит. Первый фактор у нас... Это очень редкие случаи где-нибудь в самоправлениях есть, но в Сейме еще не было, когда один список там получает 50% плюс одно место. И получает возможность, что она может исполнить всю свою программу. В большинстве случаев вы должны делать коалицию, договориться с другими, которые шли другими обещаниями. Да. И найти, конечно, у вас там, например, 10 обещаний, вы должны говорить, ну хорошо, все 10 не выполним, будем выполнять эти 5. Это в лучшем ситуации 5. Иногда только 2. Потому что есть такая ситуация. Другой фактор, который тоже важен, ситуация меняется. Мы живем в таком динамичном времени, конечно. И важно, и это, наверное, и вопрос, как мы сами, как избиратели себя чувствуем в стране, понять, что не так важно конкретные обещания, там, будем дать 20 евро больше там или 50 евро там. Но какой вектор развития представляют из себя эти политики, эти партии, что они будут делать? В какую сторону они будут вообще смотреть? Например, у нас очень хороший сейчас пример. Кто год назад мог сказать, что у нас в Европе будет большой кризис с беженцами? Никто. Да. И важно, когда вы идете на выборы, понимать, как эта конкретная партия по любым изменениям будет принимать решение. Какой у них вектор понимания, как они ведут развитие страны. Ну, это самое главное. Нет, это я специально поставил. Это да, это вам нужно. Потому что сейчас как бы я небольшой эксперт по салатам, но мне это научили. Да. А кедровый орех нащипаем. Кедровый орех делает салат таким немножко сладким. Аккуратно руками. Немножко сладким. У меня такие... Ой, вкусно. Да. Пахнет. Берем масло. Маслечко. Масло. Оливковое или через горшку? Нет, просто сейчас... Как понять, сколько будет масла и уксус? Сколько брать масла, сколько уксус? Уксус у нас винный. Уксус винный. Можно, конечно, брать любой винный. Яблочный, наверное, тоже ничего. Яблочный. Можно балзамиковый, конечно, но винный уксус послаще. Ну, яблочный еще слаще, но такой вкус. И винный уксус хорошо идет с кедровым орехом. Так что для всех... Как раз, вот, да, до линии. Послышите, это прям, ну, химолаборатория. Химолаборатория, да. Действительно. Еще берете немножко соль. Соли. Это второй раз, когда мы берем в руки соль. Всего лишь. Это уже не киш. И немножко у нас черного перца. Вот он у нас, Melanie Peppery. Это... Так, а вот у нас есть уже... Могу намолоть. Немножко. Тоже натеряем. Сейчас берем столовую ложку. А вот. Или, ну, нет, лучше такую. Давайте. И просто... И вот у нас уже и заправка для салата. Да, у нас заправка есть. Сейчас очень важный вопрос. Когда заправлять? Перед подачей? Это зависит от того, какого салата вы используете. Мы используем салат айсберг. Салат айсберг твердый. Да. Он держится. Вы можете салатом айсберг заправлять сразу. Угу. Если используете такие листы, как там рукколу. Да. Или любой другой. Шпинат или что-то такое. Шпинат. Тогда лучше заправлять самые последние... Уже вообще на тарелке даже. Посмотрите, какой субстанции получилось. Очень красивая. И вы заправляете. Направляем, направляем, направляем. Прелесть. Сейчас я вам дам очень большую роль. Очень важно. Мешать? Мешать. Берете еще одну и просто помешаете. Там все впитает. Какой он яркий. Здорово. Такой салат осенний, но яркий. Сейчас, конечно, хорошее время. В хорошее время. Осенью вообще, конечно, столько всего. Ну, он прекрасен. Да. Но надо же посмотреть, как дела. У главного героя. Главный герой уже бечется у нас более чем 20 минут. Я думаю, что ему пора. Мы можем посмотреть, что с ним случилось. Так что будет пора. Готовы? Готовы. Выпускаем. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Держу-держу. Ух, ух, смотрите, как он так с корочкой. Поднялся. Да. Вы можете видеть, что яйцо, конечно, поднимает. Сыр потерялся. Вы не чувствуете, к ней запах. Запах мускатного ореха. Это прекрасно вообще. Давайте мы напомним для зрителей, которые не видели начало нашей программы, о том, как мы добились такой красоты. Давайте напомним рецепт. Мы начали приготовки киши, да, с теста. Киш лоренский, как я говорю. Лорен – это провинция Франции. Киш, все киши начинаются с тестом. Тесто песочное. Можно, конечно, покупать песочное тесто, но в наших магазинах песочное тесто с сахаром. Это нехорошо для киши. Так что надо, придется делать самому. Берете муку, берете сливочное масло, сделаете песок руками. Да, то есть помять его руками. Немножко-немножко соли, одно желток, один желток яйца, немножко-немножко холодной воды. Делаете тесто. Потом выправляете в форме. На дне формы, да. Ставьте в духовку 200 градусов на 5-7, может быть, 8 минут. Просто чтобы… Схватилось. Схватилось. Начинка. На то время делаете начинку, надрезаете свинину, любую свинину. Бекончик, да. Бекончик, любую свинину. И натеряете сыр, сыр твердый, тоже любой. И для начинки 4 яйца, 200 граммов свежего сыра, 100 граммов сливков. Немножко-немножко-немножко мускатного ореха. Ореха молотого, да. Все набываете и кладете уже на форму, которую я выпекла. Да, наверх на тесто. Ставьте на 30 минут. Сверху сырчика еще, да? Сверху еще сырчика. То, что важно, особенно для Киша Лорена, без того, что сыр на терке у нас был, еще маленькие клучки. Это, кстати, очень удобно, потому что окраечек всегда остается, и ты его там вот мучаешь, а тут хоп-хоп-хоп нарезал и разложил. Потому что для Киша Лорена важно, чтобы был вкус не только такого сыра, который уже рестайл, но и вот целенького, да. И иногда мы ставим в духовку минут на 30. 30, да. И вторая часть – это салат. Замечательно яркий и свежий. Салат простой, но интересный. То, что интересно, там коночный кедр и орех, и красный венок красного вина. Винный уксус. Винный уксус красного вина. Ну что, надряжайте салат. Любой салат мы делали с айсбергом. Да, можно любые зелени, там листовые. Любой зелень. Уксус в пропорции три к одному. Немножко соли, немножко черного перца. Все. Я думаю, что это очень красивое, чудесное блюдо. Попробуйте обязательно приготовить его дома. К тому же это действительно очень просто. Спасибо вам большое за отличный рецепт. И за интересную беседу. Было здорово оказаться с вами на одной кухне. Я вас просто так не хочу отпускать. Поэтому передничек, раз уж вы готовите и дома, он вам останется. Ой, спасибо. А во-вторых, я хочу вам подарить набор приправ от нашего спонсора Вегаре. Это натуральные, выращенные в Латвии собранные травы. Здесь нет соли, нет никаких вредных примесей и так далее. Я думаю, что вам наверняка они пригодятся. Найдут место и на вашей кухне. Спасибо. Спасибо еще раз. Было здорово. Спасибо нашим телезрителям, что смотрели. Но сегодня все. Увидимся через неделю. Спасибо.